Челябинский метеорит, да, вот в это видео сняли, оказывается, это реклама путинских выборов. Представляете, то есть приезжают там молодые люди, вроде Челябинский метеорит новый, упал, там все горит, он туда залазит, в эту яму и достает приглашение на выборы. Блин, просто где-то что творится. Жесть. Журналист государственной телекомпании, да, уже больше 10 дней, находит в следственном изоляторе Биробиджана. Сергей Корнелевский, журналист телекомпании в ГТРК Бира, как сообщили коллеги, был задержан, предположительно, 15 февраля. И вменяют ему терроризм, можете себе представить. Я не знаю, там дело закрыто, но тогда же его фамилию внесли в списки экстремистов и террористов. Но самое интересное, со звездочкой, что значит действующий террорист. Вот что. То есть мне очень интересно это дело. Я вообще не понимаю, почему человек они отправили в СИЗО. И надо разбираться, это очень важно, чтобы кто-то из наших не залетел. Охранник резиденции Путина на Валдае найден мертвым. Очень странное дело. В 100 метрах, а вернее в километре от резиденции, то есть он исчез с поста. Да, и найден мертвым. Говорят, что это самоубийство. Очень странное самоубийство. Вы помните того майора гаишника, который Путина должен был там охранять, ну, в смысле, сопровождать с мигалками. Он вдруг взял и застрелился. А теперь охранник застрелился. Очень странно. Да еще не факт, что застрелился. Они говорят самоубийство. Может, он там повесился. Госдума приняла закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах инагентов, а также рекламы самих инагентов. И Володин заявил о возможности избавиться от статуса инагента тем, кто откажется от зарубежного финансирования. Я ничего не понял. Они, пусть определятся, эти инагенты получают зарубежное финансирование или они от рекламы получают деньги. Если они, им деньги перекрывают от рекламы, да, то если они получают зарубежное финансирование, то эта реклама-то им в одно место не уперлась. Раз на рекламе столько заработаешь, сколько Госдеп может денег прислать. Ну, нам что-то Госдеп не присылает. Деньги так, что помогайте. Канал, да, вообще смешно. А если у иностранных агентов есть западное финансирование, ну, у каких-то есть, безусловно, да, то какая тут нахер реклама-то? Очень смешно. И Володин, конечно. Вот такие дела. Я говорю, я до сих пор не пойму, почему они меня в иностранные агенты записали. Те, кому Запад платит. Там вроде бы по их же понять. Нет, что, он платит. Я вообще очень удивлен. Ну, ладно, там действующий террорист, и организатор террористического сообщества, действующий экстремист, и организатор экстремистского сообщества. Ну, блядь, причем здесь иноагент. Ну, с точки зрения флеш-рояля, конечно, эта десятка должна была быть. Да, это такой флеш-рояль. Она обязательно должна была быть. А вот это гениально. Махачкалинский суд, Октябрьский районный суд Махачкалы, полностью удовлетворил иск общественной организации «Казаки Дагестана» против украинского блогера Алексея Арестовича. С 24 февраля 2024 года экс-советник президента Украины запрещается решением суда публично называть себя русским, русским или иными терминами, связанными с государственным образующим народом Российской Федерации. Блядь. Теперь надо у Махачкалинского суда спрашивать, надо написать, а я-то могу себя русским называть? Махачкалинский суд пусть... А еще смешнее надо попросить, чтобы Белковский написал, да? Суд Махачкалы. Может он евреем называться или нет? Или это Махачкалинский суд решает? Помните, как Геринг, да? Когда ему сказали, что мини-еврей, да? Он сказал, здесь я решаю, кто еврей, а кто не еврей. Вот здесь Махачкалинский суд решает, кто русский, кто не русский. Браво! Это просто жесть. Это просто вынос мозга. Это судебное решение. Представляете, какой прецедент создан? Это обоссаться. Бывший мэр Иркутска устроил дрифт на лимузине по льду Байкала. То есть, и там он в Афраке, в смокинге с бабочкой на лимузине. Заносы устраивает. Потом выходит такой, что у них в башке, я не понимаю. Я все это выложил. Люди смотрят, да, там, последний хрен без соли доедает. Нравится ли вам елочка? Нравится ли вам бывший мэр Иркутска на лимузине? Алексей Уминский, который в январе был лишен сана протерея о решении епархиального суда Москвы, да? И это решение было там утверждено и прочее, и прочее. Короче, он восстановлен в сане, но уже синодом Вселенского Патриархата. Ну, это Константинопольский, если кто не знает, Патриархат, то есть, теперь он будет служить, я так понимаю, за рубежом. Это очень хорошо, потому что путинцы везде доминируют с точки зрения православия за рубежом, да? Потому что Путин деньги большие выделяет. Поэтому очень неплохо, что так произошло, что человек, который боролся против войны, против этих гадов путинских, он теперь, в общем-то, будет служить в нормальном приходе. Виктор Губарев, такой, значит, депутат госсобрания Тувы, заявил, что алданские недропользователи массово замещают местных работников мигрантами. Это к вопросу о национальных этих, господи, проектах. Вот национальный проект мигранты. Как я еще в пятом году официально с большой, когда только это начали национальный проект продвигать, я сказал, что единственный национальный проект, который действует в России, реально действует и работает, это национальный проект по уничтожению русского народа. Вот это единственный национальный проект Путина по уничтожению русских. Понятно, что он и другие нации тоже уничтожает, но там еще как-то они еще выкручиваются. Больше ста тысяч лифтов, превысивших срок эксплуатации по всей России. Что Путин в послании не сказал, что сто тысяч лифтов по всей России и все вышел у них в срок давным-давно. Все-таки вы очень хорошо думаете о ватниках. Я за своими родственниками, которые абсолютно все ватники, еще с детства наблюдаю, в 80-90-х, они были абсолютно такими же. Очень низкий интеллект, зависть, мысли только о еде, глупые поступки, говно собачьи, обрезка ТВ-кабеля не спасет, думаю. Конечно, спасет. Представляете, у них что-то в башке там будет, у них когнитивный диссонанс возникает, когда им не раскладывает Соловьев все по полочкам, да, они видят одно, а пытаются как-то оппонировать этой действительности. С помощью Соловьева они могут оппонировать, а сами нет. И все, и у них начинают выворачивать, они не спят, их тошнит, даже не представляют, что происходит. Мне рассказывали там мужика, помните, я говорил, дядя Витя, там мужик, который ненавидел евреев, но самый лучший у него Соловьев, да, сам он украинец по национальности, но ненавидел украинцев, да, вот этот дядя Витя как-то лишился телевизора, он чуть с ума не сошел, там с ним страшные вещи, он не мог спать, и потом вдруг тот человек, который рассказывал мне про этого дяди Витю, скидывает видео из саратовских пабликов, а там этот дядя Витя украл холодильник, с женой машину погрузил, и там номер, и все, и это было, что вы думаете, я не знаю, что ли, я участковым работал, вы мне проватников, рассказываете про их низкий интеллект и потребности, спасибо, Елена. Саратов, в в в в в Продолжение следует...